Смотрите, какая красота! Вы в нацпарке Сенгелеевские горы. В 2017 году в Ульяновской области был официально учрежден Национальный парк Сенгелеевские горы. В него вошли Тушнинские холмы, Шиловские леса, гора Арбуга, Гранное ухо. Одним словом, вся Волжская Швейцария, как с любовью, эти живописные места называют туристы. Вот только реакция на создание парка была неоднозначной. Ульяновцы сетовали, что у них отобрали любимые места отдых, самые красивые обзорные площадки, богатые охотничьи угодья. В этих местах водился особый природоохранный режим, а некоторые из них и вовсе закрылись для посещений. Прошло пять лет, страсти утихли. Команда «Кругосветки» отправилась в Национальный парк, чтобы узнать, что за это время изменилось в Сенгелеевских горах и открыты ли сегодня для туризма заповедные территории. Ну, вроде вот нацпарк, да, это же парк, где можно всем гулять. Но на самом деле тут немножко не так совершенно. Все-таки Национальный парк – это особо охраняемая природная территория. Вот основной из главной задачи – это все-таки сохранение природы в том первозданном виде, в котором она была изначально здесь. Национальные парки – особо охраняемые природные территории мира. Это уникальные экосистемы и природные комплексы, закрытые от разрушительной деятельности человека и используемые исключительно в природоохранных, просветительских и научных целях. Первым национальным парком был Йеллоустоун, образованный в США в 1872 году. С тех пор в мире было открыто более тысячи нацпарков в более чем в 100 странах на разных континентах. В России на сегодняшний день насчитывается 64 национальных парка. Они занимают более 1% территории всего государства. Избалованные местными видами мы привыкли относиться к окружающим нам ландшафтам как к чему-то само собой разумеющемуся. Ну подумаешь, степь, мало ли их в наших краях. Ну и что, что горы? Разве их сравнить с Кавказом или с Альпами? А Волгутка и вовсе в наших краях из любого окна видно. Вот только ученые, более 30 лет изучавшие окрестности Сенгелеевских гор, придерживались совершенно другой точки зрения. Когда встал вопрос, где же будет создаваться на территории Ульяновской области нацпарк, в общем-то и практически ненадушное мнение было, что именно в Сенгелеевских горах. И здесь целый комплекс редких видов растений и животных, которые в этих ландшафтах обитают. И поэтому данная территория была выбрана как, скажем так, наиболее представительная, наиболее эталонная для Ульяновской области для сохранения ландшафтов. Лесостепь уникальна сама по себе. Она сочетает и степные, и лесные, и смешанные экосистемы. Особый рельеф, близость Волги, компактность территории, на которой все это представлено, сделали Сенгелеевские горы уникальным местом для изучения природы и ее сохранения. А сохранять здесь есть что. Больше 1200 разных видов. Конечно, это в основном беспозвоночные, в районе 1000 видов, где-то 250 видов позвоночных животных. Растений только 750, порядка 750 видов. То есть, первая уникальность – это концентрация биоразнообразия на данной территории. Второе – это редкие виды. В первую очередь, конечно, федеральные краснокнижники. Допустим, орлан-белохвост, солнечный орел, филин. Это все крупные пернатые хищники, которые по всей России являются редкими. Весь нацпарк поделен на зоны. Основные – это заповедная, особо охраняемая и рекреационная. Рекреационная открыта для посещений. В особо охраняемой можно находиться только на специально оборудованных маршрутах. А вот заповедную зону можно посещать только в научно-исследовательских целях и по особому разрешению. А как вообще так получилось, что вот эти вот две, ну, одни из основных туристических достопримечательностей парка – Арбога и Гранное ухо – они оказались в заповедной зоне? Ну, когда парк формировался, вот, скорее всего, эти были памятниками природы, два этих объекта, и они автоматически попали в заповедную зону. Это стало главным курьезом при создании парка. По незнанию, федеральные чиновники при зонировании территории закрыли доступ к туристическим жемчужинам региона – горам Арбоги и Гранному уху. Потребовалось пять лет, чтобы главные достопримечательности Сенгилевских гор открылись для посещения. В октябре 2022 года Арбога и Гранное ухо поменяли свой статус в заповедных на особо охраняемые. Теперь их посещение стало возможным, правда, по оборудованным экологическим тропам. Их обещают открыть уже в новом туристическом сезоне. Впрочем, разрешение для их посещения в любом случае получать придется, как и для любых других объектов нацпарка. Заходить на охраняемые территории без специального документа нельзя. Разрешение у нас сейчас можно получить в очень легкой форме. Вы заходите к нам на сайт, вкладка «Выдача разрешений», читаете правила выдачи разрешений, заполняете свои контактные данные. Вам приходит на почту письмо с разрешением. Вы делаете скриншот и спокойно гуляете по территории парка. Если вас останавливает инспектор охраны окружающей среды, вы показываете свое разрешение и продолжаете дальше наслаждаться и гулять природой. Посещение территории нацпарка взрослому человеку обойдется в 250 рублей. Прогулка по экологическим тропам оплачивается отдельно и будет стоить 50 рублей. Существует 20 льготных категорий. Так бесплатно побывать в нацпарке могут дети дошкольного возраста, школьники, члены многодетных семей и местные жители. Частные разрешения можно оформить онлайн, а вот для групповых придется обратиться в визит-центр. Всего их два – в Ульяновске и в Сенгелеи. Тех, кто зашел на территорию Сенгелеевских гор без разрешения, могут оштрафовать. Побывать зайцем на природоохранной территории будет стоить 3000 рублей. Все деньги, вырученные от туристической деятельности, нацпарк направляет на содержание инфраструктуры и создание новых маршрутов. Ульяновская область стала одним из последних регионов России, где появился собственный национальный парк. Бум создания отечественных особо охраняемых природных территорий пришелся на 80-е и 90-е годы прошлого века. Тогда же нацпарки были открыты в соседних с Ульяновской областью регионах. Нижняя Кама в Татарстане, Хвалынский национальный парк в Саратовской области и Самарская Лука в Самарской области. За три десятка лет природное богатство этих территорий удалось не только сохранить, но и заметно приумножить. Сегодня в национальных парках можно увидеть немало редких видов растений и животных. Наверное, первыми нашими звездной семьей была зефирка и пряник. Это два сурка, на которых мы поставили нашу фотокамеру, фотоловушку и вели за ними слежку и в онлайн-режиме просто снимали видео. Забавные, милые и шустрые сурки сразу стали одним из главных символов Сенгелейского нацпарка. Причина тому не только их умилительный вид. Дело в том, что сурки для местной лесостепи являются так называемым видом-идентификатором. Проще говоря, на них держится местная экосистема. Мало того, что они способствуют сохранению степных территорий, так еще они служат источником пищи для большинства хищных животных и птиц, в том числе редких. До создания нацпарка этот вид здесь добывался. Он и сейчас на территории Ульяновской области является видом охотничьим. Вот, что вызывает как бы спорный вопрос у специалистов, но это факт. В чем ценность сурка? Его добывают, жир ценится, потом мясо съедобное. Многие просто добывают, ну как маленький, он ничего не честно себе не маленький, он достаточно крупный. Крупные звери там достигают до 10-12 килограмм, то есть это крупный зверь. Запрет охоты на территории нацпарка привел к тому, что поголовье сурков здесь знатно увеличилось. Еще пять лет назад количество их семей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сегодня же поголовье возросло в десятки, а то и в сотни раз. Запустилась цепочка, по которой обилие представителей одного вида, неминуемо ведет к увеличению количества представителей других видов. Все чаще местные жители стали наблюдать в небе парящих орланов, на Тушницких склонах зачастили лисы, а на лесных тропах можно заметить следы кабанов и лосей. И еще есть одно неявное следствие особого природоохранного режима. Новые поколения животных начали менять свое поведение. То есть, если раньше они боялись человека, поскольку всегда воспринимали его как опасность, то сейчас уже появляются новые генерации, новые поколения сурков, которые, в общем-то, еще ни разу не испытывали и, будем надеяться, не будут испытывать негатива от встречи с человеком. И поэтому они становятся все более доверчивыми, все более любознательными, и у нас есть прекрасная возможность их наблюдать ближе. Пять лет для нацпарка – очень небольшой срок. И все же за это время природоохранная работа уже начала давать свои первые плоды. Территория Сенгелеевских гор стала серьезным плацдармом и для научно-исследовательской деятельности. Помимо того, что у нас в штате есть сотрудники свои практически по всем направлениям – орнитологи, ботаники, энтомологи, ихтеологи – мы еще приглашаем специалистов из других научных учреждений. Только в этом году к нам приезжали коллеги из Мещерского нацпарка, с Окского заповедника, с Толятинского института Волжского бассейна. То есть мы создаем для них условия для проведения исследований, они изучают нашу биоту. Но это что касается научной деятельности. Для нас же, любителей путешествовать, конечно, гораздо важнее совсем другое направление работы нацпарка – туризм. То, ради чего мы приехали в Сенгелеевские горы. Главный принцип национальных парков – природа должна быть не только сохранной, но и доступной для людей. Экотуризм является одним из основных видов деятельности нацпарков наряду с природоохранной и научной. Правила для туристов едины во всем мире. Посетителям разрешается входить на особых условиях для вдохновляющих образовательных, культурных и развлекательных целей. На территории нацпарков под запретом любая промышленная и хозяйственная деятельность. Нельзя собирать плоды, охотиться, ловить рыбу, рвать растения, вырубать деревья и кустарники. Отдых разрешен только в специально отведенных местах. Для прогулок проложены туристические маршруты. Потому что самое прекрасное время, когда пробуждается природа – это весна. Когда просыпаются краснокнижные растения, аддонис весенний, это яркие желтые цветы. Цветет много краснокнижных именно растений, которые есть у нас на тропе. Почему мы говорим, что сходить с тропой ни в коем случае нельзя, и рвать на тропе ничего нельзя. Потому что вокруг везде что-то есть ценное для нашей экосистемы. Первой всем известной и всеми любимой – тропа сурка на Тушницких холмах. По ней интересно ходить весной и летом, когда главные герои маршрута не спят и ведут активный образ жизни. В плане того, что они раньше были далеко-далеко от нас, отдалялись по высшим холмам, но сейчас они уже могут с одной стороны холма перейти на другую сторону. И когда проводишь экскурсии, заглядываешь во враг, то сурки сидят прямо здесь, на этой стороне. Мы их видим, и все с замиранием души и сердца смотрят и наблюдают, умиляются этими милыми животными. Протяженность тропы 3,5 километра. Она начинается от трассы сразу за поселком Тушна и заканчивается на вершине холма у смотровой вышки. Оттуда открывается совершенно потрясающий вид на нацпарк. Пусть вас не пугает подъем, карабкаться по склону не придется. Маршрут оборудован лестницами, его дорожки расчищены, а на пути есть оборудованные места отдыха – настилы, беседки, где можно передохнуть и набраться сил перед очередным переходом. Вот мы как раз с вами говорили, что есть разные категории маршрутов, и вот этот маршрут максимально адаптирован для всех, практически для всех категорий людей. И даже люди в возрасте, которые устают быстрее, сильнее, вот они имеют возможность тут после подъема отдохнуть, посидеть, пообщаться. Подпишаться. Да, это, конечно же, забота и о людях. Да, забота о природе и для людей. Вот так скажем так. Тропы нацпарка оборудованы не только местами для отдыха. На них присутствует вся необходимая туристская инфраструктура. У каждой экотропы есть оформленная входная группа. На информационном стенде – правила поведения на тропе и карта маршрута. Здесь же QR-код, по которому можно бесплатно скачать аудиогид. По пути следования стоят указатели и информационные аншлаги. Важный момент – на тропах есть и туалеты, и мусорные урны. А вот чего совсем нет, так это точек общепита. Поэтому еду и воду лучше брать с собой. Ну и, конечно, важно быть одетым по погоде. Иметь удобную нескользящую обувь. Летом – обязательно головной убор. Тропа Сурка – самый известный, но не единственный маршрут Сенгелеевского нацпарка. Есть тропа здоровья – Волжский берег. В начинающуюся зиму она особенно понравится тем, кто любит совершать длительные прогулки на лыжах. В летнее время по ней хорошо путешествовать на велосипеде. Еще есть маршрут – Шиловская лесостепь. Шиловская лесостепь мы открыли в этом году, в июне этого года. Шиловская лесостепь интересна тем, что тропа ведет на Шиловскую шишку, на самую высокую точку нашей Ульяновской области. И на территории Шиловской лесостепи есть место длительного отдыха. Мы его называем кемпинг Шиловской лесостепь. В кемпинге можно остановиться на пару часов, а можно расположиться на длительное время. Здесь для вас беседки, настила для палаток, оборудованное кострище. Для тех, кто к палаткам относится скептически, есть небольшие домики. Нюанс. Поскольку кемпинг пока небольшой, места для отдыха в нем лучше бронировать заранее. Это можно сделать по телефону на сайте или обратившись в визит-центре. Стоимость одного места здесь у нас 1400 рублей на сутки. Это одно место отдыха, не одного человека? Да, да. Вы правильно управили. Это не одно, не одного человека. Это все место отдыха стоит съемок этого 1400. Это беседка, настила и костровища. Более чем демократично даже для Ульяновска. Берите на заметку. Пока это единственный кемпинг на территории нацпарка, но со временем наверняка появятся и другие места для длительного отдыха. К Волынске, на Нижней Каме и в Самарской Луке. Турбазы, кемпинги, туристические приюты, поляны для пикника. Это отдельная основательная инфраструктура. В нацпарках можно не только остановиться на несколько дней, но и сходить в баню, взять на прокат спортивный инвентарь, велосипеды, снегоходы, квадроциклы. На территории нацпарков есть музеи, учебные центры, сувенирные лавки. Есть места, оборудованные для проведения массовых мероприятий, фестивалей, концертов, массовых праздников. Количество обустроенных туристических троп измеряется десятками. А следующий маршрут, который мы планируем запустить в следующем году, это Шиловская грань. Это поход, который прошел наш губернатор от цемзавода до кемпинга Шиловская леса, степь до места отдыха. Этот маршрут больше будет как бы мультимаршрут. Мы будем его использовать и для походов конных прогулок, пеших прогулок. Уже весной откроется для посещения Арбуга и Гранное ухо. Готовятся и другие маршруты. Причем не все из них будут связаны только с экотуризмом. Чем отличается национальный парк от природного заповедника? Это особо охраняемые природные территории. Там много разных форм, но вот эти вот, две федеральные формы, они отличаются вот чем. На территории нацпарка охраняются не только природные объекты, но и исторические, историко-культурные наследия. Изучается, готовится к другому показу, исследуется и так далее. С эпохи динозавров и до времен Гражданской войны. По виденному этими землями можно писать учебник истории. Здесь плескалось теплое море Палеозоя. Здесь вели охоту люди каменного века. Здесь в эпоху Белогории процветала военная демократия. Здесь жили прославяне и мельковцы. Одна из самых таинственных культур в истории. И, возможно, именно работа ученых Сенгелеевского нацпарка сможет пролить на нее свет. Отдельная тема – волжская Булгария и ее отношения с зарождающейся Русью. Времена татар-монгольского ига. Волжский путь продолжал действовать, но был период, когда здесь никого не было. Плыли огромные караваны, собирались, чтобы на них не подавали разбойники. Но разбойники все равно нападали. Сидели они и в Сенгелеевских горах на территории нацпарка, и в Жигулях, в первую очередь. Это знаменитая масса легенд. Это вообще известная тема. Богатая история этой земли дает огромный простор для творчества. История для туризма – это не только музеи. Это фестивали реконструкции, просветительские программы. Это тематические маршруты с погружением в разные эпохи. Это восстановление историко-культурных памятников. В Сенгелеевских горах для такой деятельности – широчайшее поле. Вполне возможно, что мы разработаем интересный маршрут, экологический маршрут для детей, наподобие такого, ну, поднут древнего моря, например. Это было бы интересно, это популярно, и я думаю, что такой маршрут нашел бы своего зрителя. Путешествие по разбойничьим тропам, реконструкция сражения Булгар с татаро-монголами, кемпинг в стиле Белогорье – все это вполне может стать популярными программами Сенгелеевского нацпарка. Есть и более серьезные объекты для туристического показа. Еще в 90-е годы ульяновские археологи открыли в этих краях один из крупнейших в мире комплекс памятников раннего, среднего и верхнего палеолита. Там найдено громадное количество каменных орудий, костей, древних животных, мегафауны, то есть мамонты, бизоны, шерстистные сороги, чопперы, то есть и орудия древних людей, самых древних, которые появились на территории Восточной Европы. Такой археологический памятник – это уже уровень международного интереса. Подобных комплексов в мире не так много. Иноспарк нужен в том числе для того, чтобы уникальные исторические артефакты, оставшиеся нам наследство от прежних эпох, со временем не были утрачены. Что касается всего того, что лежит на территории национального парка, скажу вам однозначно, то, что собирать белемнитов, аммонитов, морских ежей, либо какие-либо другие камни интересные, допустим, симберцит, все этого делать нельзя. Смотреть можно, брать в руки, если это где-то на берегу, тоже можно, но забирать с собой нельзя. Вот так получилось, что на этот раз из нашего путешествия мы с командой Кругосветки возвращались без сувениров. Ни букетика на память, ни причудливого камушка в кармане, чтобы детей порадовать. Зато в памяти у нас остались потрясающие виды наспарка и удовольствие от общения с живой природой. А главное – уверенность, что возможность порадоваться этому будет еще у многих, многих поколений, следующих за нами. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»